Подобные случаи зафиксированы в разных городах и посёлках Крыма. В столице автономии злоумышленников обнаружили народные дружины в центре города. Они патрулировали улицы и увидели подозрительных молодых людей в форме. Вот удостоверение майора Министерства обороны Украины. Также у них была обнаружена в документах вот такая бумажечка. Сейчас я её покажу, чтобы оно было более достоверно. На которой вы видите, здесь записаны адреса, где совершались преступления, нападения на людей и где отбирались их паспорта. Здесь также дан контактный телефон, который уже не отвечает, естественно. Уже нет звезду, значит, карточку это уже уничтожили. И здесь также указана цифра. То есть за каждый паспорт, который они отнимают у гражданина, они получают 50 гривен. Злоумышленники были доставлены в Киевский райотдел милиции. Сейчас правоохранители выясняют, сколько паспортов удалось испортить. Добрались злоумышленники и до этого дома, на улице 1-й конной армии. Сюда они приходили 10 марта. Однако их ждала неудача. Жильцы уже были наслышаны о незваных гостях и не собирались предъявлять им документы. Вчера где-то в районе 3-х часов дня к нам в квартиру позвонил неизвестный товарищ. И когда муж открыл ему дверь, он, наверное, не ожидал, что муж откроет дверь, очень испугался, отскочил в сторону, почему-то поздравил его с праздником и убежал вниз по лестнице. Когда молодой человек позвонил, мама под дверью как раз разговаривала по телефону. Скорее всего, он ожидал увидеть пенсионерку, и когда дверь открыл муж, он не ожидал такого развития событий, поэтому ретировался. Татьяна говорит, несколько подозрительных молодых людей приходили и к ее соседям. Представлялись участковыми милиционерами, но те их проигнорировали. Неизвестно ушли ни с чем. Правоохранители предупреждают, не доверяйте незнакомцам, не открывайте им двери, и уж тем более не давайте паспорт в руки чужим людям. Но если ваши документы повреждены, не стоит отчаиваться, это не помешает сделать свой выбор. В настоящее время согласовано с паспортными отделами автономной республики Крым. Кто потерпел, является потерпевшим. Просьба сразу же, сегодня же, завтра же обратиться в паспортные отделы. У нас согласовано. Вас ждут с фотографиями, с другими документами, удостеряющими личность. Вам будут выданы паспорта или справки, утверждающие на основании которых вы будете участвовать в референдуме. Просьба сразу же, кто потерпел, звонить на линию 102, указывать приметы данных граждан, для того, чтобы сотрудникам милиции было проще их задерживать и доставлять для разбирательства в органы внутренних дел. На сегодняшний день уже задержано шесть разломышленников. Четверо в Симферополе и двое в САКах. Милиции продолжают заниматься заявлениями пострадавших. Ведется следствие.